Челябинцу, которого осудили за два жутких убийства, в Бурятии отменили приговор. По версии следствия, южноуралец изнасиловал и зарезал сначала школьницу, а потом студентку. Правда, задержали мужчину спустя почти 20 лет после преступлений. Он получил 18 лет колонии, но теперь его дело будут рассматривать заново. Продолжит тему наш корреспондент. Страшное убийство, в котором обвинили жителя Челябинска, произошло почти 20 лет назад. В сентябре 2000-го в городе Севербайкальск по дороге из школы пропала 12-летняя девочка. Через две недели ее нашли мертвой в лесу. Как установили эксперты, школьницу изнасиловали, а потом задушили. Также на теле ребенка обнаружили два ножевых ранения. Спустя два года в зарослях возле трассы с ножевым ранением и травмой головы была найдена 21-летняя студентка Журфака. И только спустя почти 20 лет был задержан подозреваемый Рафаэль Замалдинов. Житель Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Севербайкальске. Ранее судим? Да. По каким статьям? 206-218-5. За что задержан сотрудниками полиции? От совершения убийства. Еще раз. От совершения убийства. Следователями и оперативными сотрудниками полиции была получена информация о том, что он может быть причастен к расправам над девушками. Когда мужчина в очередной раз приехал в Севербайкальск, чтобы навестить родственников, его задержали. После вопросов о событиях тех лет мужчина сразу все понял и попросил принять его чистосердечное признание. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, которые были проверены на месте происшествия и нашли свое подтверждение. По версии следствия, мужчина увидел школьницу и обманом заманил ее в кусты, затем изнасиловал, после чего с целью скрыть преступление начал душить свою жертву, а затем нанес ей два удара ножом и скрылся. Вторую жертву он встретил, когда та тормозила попутку. Выехав из населенного пункта, мужчина свернул в лес, там совершил с пассажиркой половой акт, затем он нанес девушке удар ножом в грудь, усадил ее в салон автомобиля, выехал на трассу и на полной скорости вытолкнул еще живую жертву наружу. Потерпевшая скончалась от повреждений головы, полученных при падении из движущегося автомобиля. Позже подозреваемый во всем сознался, но ближе к суду вдруг отказался от своих показаний. По его словам, явку с повинной написал якобы под давлением. Только вот МВД по республике Бурятию эту информацию опровергает. МВД по республике Бурятия сообщает, что доводы заявителя в отношении сотрудников МО МВД России и Севербайкальский проверялись подразделением собственной безопасности МВД по республике Бурятия. Материалы проверки были направлены в Следственное управление Следственного комитета России по республике Бурятия, где отказано в возбуждении уголовного отдела ввиду отсутствия в действиях сотрудников полиции состава преступления. В рамках судебного заседания доводы защиты также не нашли своего подтверждения. В августе городской суд приговорил Рафаэля Замалдинова к 18 годам колонии строгого режима, но сейчас выяснилось. Уголовное дело в отношении 42-летнего южноуральца рассмотрят заново. Суд удовлетворил его апелляцию. По его результатам, обвинительный приговор Севербайкальского городского суда отменен. Дело направлено в суд первой инстанции на пересмотр в ином составе. Сейчас Рафаэль Замалдинов передвигается на костылях. По словам его адвоката, осужденный находится в одной из колоний в Челябинской области. Но вскоре его должны этапировать в Бурятию, где заново начнутся судебные заседания. Продолжение следует...